Всех приветствую еще раз, мои любимые, наши красавицы, наши худюлечки, наши звезды. Сегодня мы просто-напросто пообщаемся. Я распечатала 12 листовых вопросов ваших, и я на них, попытаясь коротко ответить, я защитываю вопрос, отвечаю вам на него, вы слушаете, и потом, когда будет уже на живое общение, вы можете тоже так же задать свои вопросы. Просьба, девчонки, не прыгайте, или руками сильно не взмахивайте, иначе вы будете попадать на весь экран, а у нас же будет запись, так что ведемся смирненько, попытаюсь быстренько, окей? Так, начинаем, девочки. Значит, первый вопрос был. Какие сыры можно есть? Можно ли с зеленой плесенью? Я считаю, сыры можно есть, и просто-напросто ими не злоупотреблять. То есть вы можете съесть, как перекус, бутерброд темного хлебушка с сыром, и он вам даст сытость, и вам будет, как вы получите удовольствие, у вас эндорфины сразу же подпрыгнут, и жизнь наладится. С плесенью, опять же, тоже можно кусочек съесть, но во всем должна быть гармония, как я говорю, да? Вы съедаете не целую упаковку, а пару кусочков с кофе на здоровье. Так, как Виктория относится к заменителям сахара? Виктория относится очень плохо к заменителям сахара, потому что заменители, они более сладкие, они даже слаше, чем сам сахар. И тем самым ваши рецепторы на языке, они загрязняются, и вы, если будет у вас привыкание к этому самому сахарозаменителю, вам потом всё будет казаться не сладким, и этого делать не нужно. Ещё к нам одна девочка присоединяется. Отлично. Понимаете, да? То есть лучше не заменять сахара на сахарозаменители, и вообще лучше сейчас это всё исключить. Вы всё равно сахар будете получать из фруктов, которые вы едите, и из молочных продуктов, лактоза – это тоже своего рода сахар, да? То есть недостачи в сахарах у вас не будет. Лучше съешьте, как десерт, сделайте, например, запеките грушу. Груша, которая очень сладкая, и посыпьте эту грушу, я не знаю, корицей или же ванильной приправкой, и будет вкусно. Рядом какой-то ложечку йогурта или греческого йогурта, и будет вкусно, и, опять же, вам не захочется чем-нибудь сладко. Это ваш будет десерт. Пока. А потом, когда вы закончите проект, естественно, построенеете, помолодеете, и будете себе дальше. Мы всё вернём. Так, можно ли есть пинат с бара? Окей, да. Или печенье из пинат бара, масло, миндальной муки и яйца. Ну, что я вам скажу. Если мы сейчас с вами на стадии снижения веса, то с помощью пинат бара вы можете похудеть исключительно, если вы будете только его, одну эту пасту есть, да, и у вас начнётся расстройство желудка, и вы будете бегать на горшок. Только в этом случае. А с вашими тренировками у вас нет таких интенсивнейших тренировок, как у, я не знаю, у культуристов там или каких-то атлетов. И это они обычно кушают этот продукт. Вот. Вы столько калорий не зажжёте в течение дня. И поэтому, я считаю, сейчас лучше всего это масло отложить, или пасту ореховую, да, и не баловаться этим. Можно в будущем потом купить и то исключительно экологическое, пасту, которая стоит в три раза дороже, чем обыкновенная, та самая, которую американцы так полюбляют, да. Вот. Но пока давайте не будем это кушать. Но когда можно есть чёрный шоколад? Окей. И когда можно? Или сколько можно? Да, я спрашиваю. Девочки, чёрный шоколад, опять же, вернём вам. Просто наша цель нашего проекта, чтобы у вас сейчас рецепторы почистились, и вы начали ощущать эти вкусы того же шоколада по-новому. Через месяц, когда мы закончим проект, вы начнёте по чуть-чуть всё кушать, но кушать уже более осознанно. То есть вы не будете съедать весь шоколад, а будете съедать пару квадратиков, ну, не перед сном, наверное, да. Вот. Что ещё у нас спрашивают? У меня такой вопрос. У меня такой вопрос о том, что мы переходим на четырёхразовое питание, опять более упитанное меню на следующей неделе по сравнению с прошлой. Хочу послушать объяснение, почему и почему мы больше едим хлеба и рыбы. Это связано с тренировками или эффектом похудения, или это просто случайность? Девочки, для вас специально, для нашей группы я создавала то самое индивидуальное меню, как бы рацион, глядя на ваш возраст, вес, активность тренировок. И первая неделя была такая более сытная, вторая менее сытная, но вы опять же все, обязательно кто-то из вас, не все, а кто-то комментировал и просил больше хлеба, кто-то просил больше рыбы, кто-то просил больше мяса. То есть я подстраиваюсь под ваши желания и включаю эти продукты в свои рационы на каждую неделю. Девочки, вы должны понимать о том, что у вас уже за две недели ваш желудок сократился немного. И если я вам на этой неделе позволяю кушать, может быть, более плотно, то я знаю, что вы не сможете съесть такой объем пищи, которую вы потребляли до нашего проекта. И поэтому я немножко так дала вам возможности вкусненько покушать и как бы разнообразнее. Так что кушайте на здоровье, не бойтесь, но только одно вот это психологическое можно, вам уже будет греть душу и, ну, раз можно, тогда, может быть, и не захочется. Так что только поэтому. Здесь в нашем похудении всё идёт от головы, и поэтому я тоже как бы пытаюсь на этом курсе прорабатывать и вашу психику. Чуть-чуть, но прорабатывать. Так, хотела узнать, что есть, хотела тоже узнать, что есть, есть ли какие-то проблемы, если я хочу суп, окей, со скрошем, тыквы, кокосовое молоко сделать вместо положенного супа, которое я дала рецепт в субботу. Конечно же, можно, девочки. Всё можно, опять же, подходим к этому вопросу совершенно свободно и с балансом. В каком смысле? То есть вы можете, как я всегда сказала, я написала на своих рационах, вы можете менять дни местами, вы можете менять, я не знаю, суп из тыквы на морковный суп, или морковный суп не любите, меняйте суп на суп с кабачком. Поэтому главное, чтобы это не было картофельного супа, да, вот. А так вы можете щадяще делать всё возможное. Вы можете взять замороженные овощи, сделать тоже какой-то суп, если там брокколи, цветная капуста, другая капуста, добавить какие-то специи на здоровье. Кушайте, меняйте, фантазируйте. Иначе, если у вас будет постоянно одно и то же, вы будете срываться. Вы не сможете, вам надоест эта еда, и вы будете злиться на меня, и на себя, и на всех вокруг. Так что этого не делаем. Разнообразие и варьируйте, как вам хочется. Конечно, нежелательно, чтобы вы свой завтрак с кашей какой-нибудь гречневой или с рисом перенесли на ужин. Вот это, против этого я буду говорить, да, вам выступать, так скажем. Поэтому лучше всё-таки на ужин иметь, опять же, белок, протеины, да, и какие-то овощи. Так, а никакие каши. Как я отношусь к экологической еде? Тут вопрос на украинской мове. И какие продукты лучше? По-моему, сезонная клубника, но она же всё-таки больше летом. Какие там могут быть витамины? Так. И что есть на Пасху? Уже такой вопрос, так. Если нет, как быть на Пасху, если нет конфеток, шоколадок? А хочется, не нас спрашивают. Значит, как я отношусь к экологической еде, девочки? Я проработала 30 лет в, как бы, в сейфуд. Это морепродукты. Я летала по всему миру раз в неделю, инспектировала контейнера с рыбой, с раками, с лобстерами и так далее. И, естественно, тоже импортировала в Данию. И что я могу сказать? Я хочу сказать, что такой контроль, который у нас в Дании, это все два директора, да, это не найдётся ни в одной другой стране. Даже японцы, они берут у нас рыбу, покупают. Это крайне редко. Настолько они мясо у нас покупают. То есть это крайне большая редкость. То есть вы можете кушать совершенно спокойно не экологические продукты. Тем более к 20, по-моему, пятому или восьмому году в Дании будет абсолютно всё экологическое. Если касательно меня. Я такой же потребитель, как вы. Я прихожу в магазин, я покупаю всё качественное и то, что подходит мне и моей семье. Если, к примеру, будет брокколи не экологическое, стоить столько же или там на пару крон дешевле, чем экологическое, конечно же, отдам предпочтение экологическое. Там яйца. Некоторые продукты я покупаю, я фокусируюсь на экологическое, потому что у меня все дети, они вегетарианцы и они все абсолютно за то, чтобы покупать только экологическое. И я тоже, конечно же, постепенно перехожу к этому. Но, опять же, не нужно прямо вот только это и никак по-другому. Ещё могу сказать такой, привести вам пример. Когда я начинала в бизнесе 30 лет тому назад, я помню, прилетела на инспекцию в Италию. И в Италии, значит, этот директор фабрики, он сидит и говорит, спрашивает меня, у него закупала в тот момент, по-моему, какие-то сухофрукты для Дании. И он мне говорит, ну, Вик, какой тебе сделать, Виктория, сертификат, экологический или неэкологический? Ну, естественно, я говорю, как это так? Какой? Ну, говорит, вот у меня стопка экологических, а вот неэкологических. Но это было давно, да. Сейчас, конечно, это всё по-другому происходит. И сейчас качественный у нас контроль. Но в Дании расслабьтесь. Те, кто живут в Дании, кушайте любые продукты. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Ваше предпочтение. Хотите так, хотите по-другому. Тоже у меня есть клиенты, которые принципиально не покупают экологическое. Потому что, говорит, я покупаю морковку, и она через 5 дней, она уже никакая, и я выбрасываю. Поэтому, а неэкологическое, оно хранится дольше. Так, окей. Так, какие масла лучше использовать для салата и какие для жарки? Значит, для салатов я рекомендую использовать масла. Кинжутное масло. Это вообще кладезь. Это очень хорошее масло. Масло семени льна, девочки. Это просто нужно. Это настолько великолепно для нашего женского гормона. Обязательно. Оно немножко специфическое. Оно для некоторых даже пахнет какой-то как рыбин жиром. Но, тем не менее, чайную ложечку в салат, это будет просто как витамин. И будет великолепно для вас. Но на нем ни в коем случае нельзя жарить. Оливковое масло точно так же добавляйте в свои салаты. Кто что любит. Помните, я не знаю, я с Украины, и у нас было такое подсолнечное масло, которое пахло семечками. Вот это мечта моя, прям вот тоже как бы с детства, где-нибудь такое масло найти в Европе. Я бы тоже с удовольствием его добавляла в свои салаты. Ну а жарить берите, покупайте обыкновенное наше подсолнечное, которое везде стоит там 12 крон или 13 на полках магазинов. На нем можно жарить. И рапсовое масло. Вот эти берите. А в салаты все-таки лучше играть как бы. Для того, чтобы у вас было разнообразие опять же вкусов. Это может быть и ореховое масло, и масло авокадо. То есть сейчас столько возможностей, столько... Выбор неимоверен, невероятен. Вот, так что пробуйте. Идея для маринада мяса. Какая может быть идея для маринада мяса, девочки? Легитарно. Возьмите пару ложек того же самого, любого масла. Смешайте. Можете чайную ложку добавить туда сои. Можете добавить яблочный уксус. Можно вообще замариновать мясо в йогурте. Оно немножко полежит. Потом при жарке, там если это будет гриль, то вы можете посыпать различными специями. Будет очень вкусно. Так что маринуйте, не бойтесь. В этом ничего такого вредного не будет, потому что вы знаете сами, что вы туда положили в этот маринад. Так. Так, девочка пишет. У меня сейчас плохой стул. Что включить в рацион? И как... Ну, сульфаты, я спрашиваю. И вопрос о сульфатах. О сульфатах, девочки, я запишу целое видео. Это в двух словах не скажешь. И как они влияют на организм. Значит, насчет плохого стула. Те... Насчет плохого стула. Те, у кого какие-либо проблемы, нужно срочно добавить в ваш ежедневный рацион больше клетчатки. Причем эта клетчатка, она может быть разной. На некоторых влияют лучше такие тушеные овощи, да, то есть они прошли уже термическую обработку. На кого-то наоборот. Салаты. Попробуйте добавить сельдерей в перекусы. Просто стебли сельдерея, сделайте какой-нибудь соус к ним. Возьмите йогурт, смешайте опять же с какими-то специями, можно чуть-чуть добавить горчички. И макайте вот эти палочки, и это у вас будет настоящая такая жесткая клетчатка, которая поможет запустить работу вашего желудочно-кишечного тракта. Ну и Victoria's Secret 2 киви натощак. Это просто... У меня девочки перед операциями были, и им отменили операцию, потому что я за счет двух киви выровняла работу их желудка, и они совершенно не имеют никаких проблем теперь. Так, запомните, этот лайфхак от меня очень важный. Как относитесь к протеиновым коктейлям, спрашивает Света. Я против всяческих коктейлей. Но об этом, может быть, Алла нам потом как-нибудь расскажет. Она как спортсменка в этом больше разбирается. Но я предпочитаю отходить от всяких протеиновых коктейлей, от каких-то герболайфов, от каких-то чаечков и так далее. У меня даже есть в моем вип-курсе целый урок, который посвящен именно этим волшебным таблеткам. Их, к сожалению, не бывает, девочки. Если вы хотите добавить протеин, то лучше берите растительный белок, это бобовое, да, и, конечно же, мясо и яйца. И выравнивайте свой протеин. Потому что ни одна химия, которая добавляется в эти все протеиновые коктейли, не заменит натуральный белок вам. Что могу сказать по поводу добавок? Вот сейчас я экспериментирую с этими всякими рецептами для вас. Уже хачапури выложила. Вчера я сделала великолепный пирог с капустой на основе тоже протеиновой муки. Это соевая мука. И добавила льняную муку туда. Получился великолепный вообще. Такой вкусный пирог с капустой, с яйцами, с луком. Там, в общем, как я сказала, дети у меня вегетарианцы. И они вчера оценили, что прям мой пирог ура-ура. Так что, девочки, скоро будете. Там тоже будет белок, понимаете? Потому что я муку в своих рецептах полностью исключаю и добавляю именно этот самый белок соевый или же другие какие-то белки. Так что не будет у вас нехватки белка, если вы не выпьете даже ваш протеиновый коктейль. У меня получается очень сухое мясо, говядина. Что можно заменить эту говядину? Друзья, вы можете есть любое мясо. Вы можете свинину есть, вы можете купить ошеек, это на кефиле. Вы можете замариновать это на кефиле или ошеек. Вы можете нашпиговать его, так же, как любое другое мясо. Нашпиговать кусочками чесночка, морковкой. И дать ему постоять специями какими-то посыпать. И потом немножко налить водички в форму огнеполную, запечь. И прекрасное мясо. Съешьте первый день его на ужин вместе с каким-то салатом или овощами. А завтра это у вас может быть и перекус. Холодно, прям слайсы делайте тонюсенькие. На хлебушек положили, у вас великолепный сытный перекус будет. То есть не думайте о том, что вам только можно говядину есть. Можно и курицу есть, можно все есть, понимаете. И утиную грудку тоже можно в конце концов. Скумбрию. Я купила сегодня скумбрию на обед. Можно ли нам копченую рыбу? Если нельзя, то почему? Девочки, пока мы сейчас с вами на стадии снижения веса, мы не едим ничего копченого. Вика вас заставляет и призывает есть только то, что бегала, прыгала, летала, росло и так далее. А то, что копченая рыба, понимаете, это уже она не натуральная. Это копченая рыба, а все копчености, они задерживают воду в нашем организме. То есть у вас не будет уменьшаться ваш вес. Наоборот, он будет задерживать ваш вес, эту воду за счет воды. И на следующий день у вас может появиться и отечность, и вес может прибавиться. Так что пока не надо. Пока мы кушаем то, что мы говорим. Это он, о чем мы говорим. Я не поняла, срыв или не срыв. Забросил клубничку, мандаринку или яблочко. Насколько такие отступления могут повлиять на то, что я сорвусь? Вообще, девочки, отпустите голову. Это никакой не срыв. Если клубничка или ягодка какая-то или мандаринка, это не срыв. Так кушайте вы на здоровье эти фрукты. Просто единственное, о чем попрошу, не есть эти фрукты перед самым-самым сном. И то исключительно из-за того, что во всех фруктах фруктоза, это сахар. И когда вы съедаете что-то сладкое перед самым сном, инсулин подскакивает. Вы вроде как возбуждаетесь на какое-то время, и вы можете не уснуть. Вот если вы попадаете в эту фазу, когда у вас инсулин подскочил, то вы можете не уснуть. И будете плохо спать, естественно, это тоже отразится на вашем весе. Если недосып, то плюс гарантирован. Поэтому не нужно. А срыв, девочки, это когда, понимаешь, идешь и ешь целый торт или полторта. И вот это срыв. Вот это думаешь, ого. Я на своих программах говорю девочкам, что не волнуйтесь, я вам все всегда верну. Потом. Но потом, да. И когда вы будете после программы кушать тот же самый торт, и не целый торт, а кусочек какой-то, и будете правильно этот торт кушать, и должны себя похвалить при этом, что вы не съели, не объелись, не сорвались, а вы вот съели и получили удовольствие от этого торта. А насчет срывов, посмотрите, девочки, мое видео, которое называется «Читмил», где я хорошо говорю о том, что я против вот этих вот еженедельных объеданий, чем-то вкусненьким, когда вы ходите и фантазируете, ой-ой-ой, сейчас я вот у меня воскресенье в 9 утра, я пойду себе сейчас вареников с вишней наварю, тортиком заправлюсь и все. То есть посмотрите это. Тут тоже очень много таких психологических моментов. Если нет аппетита, завтракать. Лучше отложить до полдника или до обеда, или совсем не завтракать. Я бы советовала так, нет аппетита, но мы сейчас разгоняем ваш метаболизм, поэтому я вас спрошу вот так есть 3-4-5 раз в день. Если нет аппетита, вы можете, ну не знаю, донку яблока съесть и все, и дальше побежала. Или там кофе с кусочечком маленького сыра. Но если у вас вообще-вообще нет прям аппетита, что вас аж тошнит, тогда отложите, конечно же. Слушайте свой организм, девочки, потому что так как вы, никто не знает ваш организм. И я тем более на расстоянии. Молоко для омлета. Какое лучше брать? Опять же, сколько пойдет молока в омлет? Вы же не бухайте туда литр молока. Какое вам нравится, такое возьмите. Миндальное молоко великолепно. Если вы предпочитаете обыкновенное молоко, ну возьмите пару ложек этого молока, ничего страшного. В омлет можно даже ложку скетаны тоже сделать, как бы вбить, и будет тоже вкусно. Очень серьезный вопрос, что такое гликемический индекс, девочки. Я в двух словах вам расскажу. Гликемический индекс – это как бы индикатор скорости усвоения нашим организмом углеводов. Существует три шкалы, даже одна шкала, так скажу, от 1 до 100, где мы можем на 3 разделить эту шкалу еще под шкалы. Это очень низкий гликемический индекс, средний и очень высокий. К низкому относятся все зеленолиственные, салатики наши и овощи, а к очень высоким относятся свекла, морковь, картофель. И при термической обработке некоторые овощи меняют свой гликемический индекс. Например, картофель, он когда сырой, имеет очень низкий уровень гликемического индекса. А при обработке, когда мы начинаем его жарить, то он чуть ли подпрыгивает не до сахаров, понимаете. И об этом я запишу целое хорошее такое качественное видео, где я все подробно опишу, потому что я в двух словах вам рассказала, но все остальное я запишу в своем видео. Единственное еще, что могу добавить, при стадии снижения веса нужно кушать продукты с низким углеводным индексом или гликемическим индексом. Почему? Потому что когда вы съедаете самые быстрые углеводы, у вас сахар поднимается, инсулин подскакивает, у вас такое вау-вау-вау, возбуждение происходит, но он также резко будет падать. И вот как он только упадет, наш инсулин, у вас наступит такая, понимаете, вялость, сонливость. И самое ужасное, что сразу же вам захочется опять есть. И есть не что другое, как те самые углеводы. А что такое углеводы? Я сразу на второй вопрос, Оля, по-моему, спрашивала. Что такое быстрые углеводы? Быстрые углеводы – это белый хлеб, это белые макароны, белый рис. Вот это вся прелесть, картошка наша, та самая любимая. Это все быстрые углеводы. Манка, многие каши. А долгие углеводы – это, конечно же, наша клетчатка. Углеводы находятся и во фруктах, потому что там фруктоза, соответственно. Вот. Так что мы сейчас пока кушаем такие длительные углеводы. И мы их, как вы видели, я вам расписала, каши, только они в основном с утра. Вот. Хлеб, он темный. И работаем над тем, чтобы у вас не было вот этого самого, вот этих вот скачков вверх-вниз. Почему я говорю вам, что у вас сейчас пропадет эта углеводная жажда? За счет нашего питания с вами. Мы, и это наша цель. Но я обязательно запишу вам длинное, хорошее, подробное видео. Так. Еще. Для Микулечки. Огромная благодарность за пост Ахуск. Не знала, что такое возможно в применении кулинарии. Ура, ура! Звела там. Такие хорошие рецепты. Дальше. Вопросы. Можно ли кушать консервированный горошек? Так. И консервированный артишок для того, чтобы добавлять в салаты. Опять же, сколько вы съедите того горошка, если вы добавите его в свою порцию салата, девочки? Ну, разбавить вы же не будете просто один горошек есть. Положите там чайную ложку или сколько вам там, столовую ложку, смешайте с другими вашими ингредиентами салата, ничего страшного. И можно покупать даже не консервированный горошек, а замороженный. Это более полезный продукт. Витамины сохранены там, и все вам будет хорошо. Лучше взять замороженный, чем консервированный. Ну, а консервированный артишок, там очень-очень много, он же плавает в масле. Но, конечно же, хочется чего-нибудь такого разнообразия. Экспериментируйте. Лучше брать не вот эти вот жирные плавающие какие-то артишоки, хотя они очень тоже вкусные. Но можно экспериментировать, к примеру, горсть граната, да, зернышек граната бросить. Какие-то орешки. Можете даже тот же апельсин, который вы не съели на завтрак, там, или на полдник, на перекус. Можете тоже порезать этот самый апельсин в свой салат. Будет тоже другой вкус. Варьируйте, варьируйте, включайте свою фантазию и делайте свою еду вкусной. Тогда будет вам стройность и счастье. Так, конечно же. Так, это я ответила на сладость, на сахарозаменители. Ага, пишет, что девочка была у меня в веб-курсе, но она, к сожалению, не закончила. И теперь... Ага, в Nordic Balance были запрещены продукты грибы и авокадо. Сейчас можно. Я немного в сомнениях. Девочки, те, которые мою программу проходили в ВИП-программе, это совершенно другая программа. У нас там немножко... Мы совершенно по-другому там питались. Сейчас вы на программе у нас с Аллой, и вы странируетесь. В моей программе, я говорю, я вас худею, даже если вы лежите на диване. Все равно гарантирую вам минус 200 грамм каждый день. И так оно и бывает. Конечно, бывают и плюсы. Но если мы разделим несколько дней на количество потерянных килограммов за месяц, то и получаются те самые минус 200 грамм или 180 в день, или минус 350 грамм. У всех по-разному зависит от возраста. Здесь вы тренируйтесь. Здесь я вам добавила углеводы. И здесь вам можно и авокадо кушать, и грибы. Так, когда ждать окончания плата, которая у меня уже длится 3 месяца? 3 месяца плата. Мне тоже нужно понимать, с чем это связано, или сколько вы сбросили килограмм до того, как вы пришли к этому плата. Какой у вас сейчас вес? Это мне все необходимо знать и понимать, девочки. Так я не могу просто ответить. Напишите мне в личное сообщение, я тогда скажу. Ну, а вообще из плата можно выходить каким образом? Вы можете принять какой-то горячий или холодный контрастный душ. Это будет такой своего рода шок для вашего организма. Вы можете, конечно, с этой резинкой не прыгнуть или в Тиволи пойти где-то на какие-то американские горки, чтобы у вас выброс был адреналина. Тогда это тоже хороший будет сдвиг, толчок вам даст. Ну, а так, в домашних условиях вы можете хотя бы попрыгать перед телевизором. У меня есть такая целая тренировка американской фитнес-девочки. Она профессионально занимается ходьбой под музыку. Это все очень просто. Ну, хотя вы же тоже танцуете с Аллой. Но если вам не хватает этих самых тренировок, то можете, я вам могу дать ссылку и на это. Можете попрыгать на телевизор выведите и попрыгайте вместе с этой американкой тоже. Так, суши. Это полезно, девочки. Сейчас суши не полезно, потому что там белый рис. Опять же, мы только что с вами поговорили о быстрых углеводах и о гликемическом индексе. То есть, суши пока не едим. Очень мало фруктов, не хватает сладкого. Что делать? Ну, вот это мы должны обсудить с Аллой. Сколько вам давать этих фруктов и кому мало ли или много этих фруктов? Потому что кто-то из вас жалуется, что слишком много фруктов. Кто-то говорит, что мало. Давайте, тоже задайте мне этот вопрос личное сообщение. Я посмотрю, что у вас и как, что вы вообще едите и как вы комбинируете. Главное, не ешьте перед сном. Не из-за того, что вы подправитесь, как я сказал, а только из-за того, что вы не сможете уснуть. Можно ли вместо ужина бокал вина с сыром? Девочки, ну все можно, только после проекта. Давайте дождемся уже. Еще две недели. И потом, представляете, мы встретимся с вами в онлайн. Все будем сидеть с бокалом вина, с каким-то сыром вкусным. Я вам понапридумаю еще новые какие-то а-ля фуршет-секретики и рецептики. Будет так хорошо. Давайте подождем. Ну что вы. И будет вам... Пока не меняем. Хорошо? Давайте. Мы же хотим результатов добиться. Сколько можно есть гречки с утра? Взвешивать или по аппетиту? Конечно, по аппетиту, девочки. Не знаю. Вопрос-то такой какой-то анонимный. Я не знаю, сколько вы весите, какой у вас рост, какой у вас возраст. И если девочка весит 160 килограмм, у нее одна порция. Или, может, возьмешь свою свою любую? То это совершенно другая порция. Поэтому давайте напишите более конкретно. И опять же, слушайте свой организм и слушайте то, что он вам подскажет. Вы не должны переедать, вы не должны объедаться. Вы должны чувствовать себя легко и комфортно. Хорошо? И от этого будет зависеть ваша порция гречки. И опять же, гречка должна быть обязательно в комбинации с чем-то полезным, таким как салаты или какие-то тушеные овощи. Миндальное молоко в кофе можно добавлять или лучше без него. На черный кофе постепенно переходить. Девочки, чай, кофе, потанцую. Пожалуйста, пейте чай, кофе, добавляйте молоко. Сколько вы того молока можете добавить? Миндальное молоко, конечно, прекрасное, но самое полезное. Но опять же, все зависит от ваших вкусов и от вашей переносимости лактозы. У меня в нашей закрытой группе Nordic Balance огромная статья про молоко. Пожалуйста, пролистайте у меня в группе и посмотрите. Я написала о каждом виде. О соевом, и о миндальном, и обыкновенном молоке, и обезжиренном, и о высокой жирности молоком. Так что посмотрите, почитайте и будете больше знать. Два яйца в день. Не будет ли многовато? Многовато, потому как возникнет холестерин, высокий уровень холестерина в крови, Ирина. Совершенно ничего с вами не будет. Яйца – это тоже кладезь всех витаминов, это эмбрион, и он в себе сохраняет абсолютно все микроэлементы, витамины. Кушайте на здоровье, а двух яиц с вами ничего не будет. Миллиард лет тому назад все писали, что ой-ой-ой, это очень вредно, и будет холестерин, и вообще будет все плохо, и вы умрете. Но, понимаете, прогресс идет, слава богу, во всем, и в диетологии тоже. И новые исследования показывают и доказывают, что он не повышает холестерин. Холестерин повышается от совершенно других причин. Об этом я тоже запишу для вас в видео. Так что кушайте на здоровье, не бойтесь. Так, не могу кушать салаты, у меня уже аж прямо тошнит, ем их с трудностями и больше не хочу. Могу съесть черри, огурец, а все, другое нет. Девочки, понимаете, салаты – это салаты. Если вы не любите салаты, давайте, опять же, экспериментировать. Давайте кушайте какие-то тушеные овощи. Сейчас вообще в Дании пик вот этой молодой капусты. Никогда в жизни датчане не продавали столько списколь по-датски. Капусты, как сейчас, она настолько популярна, и она настолько полезная. Она делается за две минуты. Если вы не хотите белокочанную капусту, вы можете просто ее мелко порезать и на масле обжарить буквально в течение трех минут с пассеровать вместе с луком и посыпать тмином. Это так вкусно. И две минуты у вас на это уйдет. Делайте, экспериментируйте. В конце концов, если у вас нет времени или вы хотите полениться, купите замороженные овощи, которые также содержат все абсолютно витамины. Это, знаете, такое, называется IQF, это быстрая заморозка. То есть все витамины сохранены. Дивидуальная заморозка. Возьмите пакет брокколи и блонхоль, цветная капуста. Выложите в огнеупорную форму. Духовку притрусите немного с сыром тертым. Все, у вас уже готово. Оно само себе все сделается. Рядом положите ту же самую, какой-то кусочек мяса или курочки. Смотрите, у меня миллион рецептов в моей группе тоже на Фейсбуке. Как сделать куриную грудку сочную, например, в пергаменте. И все, поставили два блюда, пошли, я не знаю, читать, рисовать или в душ, или тренироваться салой. Бац, через 30 минут у вас все готово. Купите какие-то овощи а-ля рататуй. Тоже они готовы. Вообще, на сковородку две минутки уже готовы. То есть, пробуйте, не любите салаты, но овощи какие-то нужны, да, нам свежие. Ешьте как-то, но если не можете, тогда переходите на тушеные или на такие вот мелко жареные, быстро жареные, на капельки масла или же запеченные, да. О полезности и неполезности замороженных супов. Что можно купить в супермаркетах? Поскольку в магазинах работают рататан с ограниченным набором продуктов, и в связи с этим мы обнаружили замороженные супы, которые пошли на ура и детям, и взрослым. Окей. Суп из аспаржи и министронный суп. Ольга спрашивает. Девочки, супы, понятное дело, вкусные, но я всегда вас всех призываю самим делать. Почему? Потому что, когда вы покупаете готовый продукт, вы никогда не знаете, что в нём содержится. Какие скрытые жиры, какие скрытые соли, какие усилители вкусов, какие сахара. Опять же, обязательно это всё вызывает вот эту вот вкусность вот эту. И вам хочется поэтому есть эти продукты больше и больше и покупать их чаще и чаще. То есть, если вы один раз съедите этот суп, но, как правило, вот прям вводить это вместо своих домашних супов, если вы так любите, не нужно. Нужно не лениться, а сделать самим. Тем более, ну, боже мой, ну что там сделать этот суп из аспаржи, да? Или какой-то из шампиньонов тот же суп. Всё быстренько раз-раз смешали, блендере, и всё нормально. Лучок обжарили всё это вместе по типу того супа, который мы с Аллой вам говорили. О котором мы говорили с Аллой, это с кабачка и с морковкой. Так, сахар можно ли заменить? Это я уже ответила. Интересует рекомендация об удержании веса после проекта. Ирина. Значит, удержание веса после проекта. Понимаете, мы вас сейчас мотивируем, и мы вам даём такой волшебный пинок для того, чтобы в будущем вы уже сами руководствовались знаниями Аллыны и моими, и дальше шли в свободное плавание. Но вы можете всегда продолжать свои тренировки с Аллой и питаться по тем же принципам, о которых мы сейчас с вами говорим и разрабатываем. Ну а те, у кого очень большой вес, у кого есть какие-то проблемы именно с пищевыми привычками, или действительно проблемы, да, или проблемы пищевого поведения, то те должны, конечно же, ко мне приходить на индивидуальную программу, после которой я выпускаю человека, и они не набирают вес. То есть мы полностью прорабатываем психику. У меня девочки и 10 лет тому назад прекрасны в том же самом весе, и 5 лет тому назад, посмотрите, 3 года Наташа, в балет пошла 61 год, да, и всё нормально, 3 года назад она точно в таком же весе держится. Вот, так что всё, опять же, вопрос, какой вес и какие проблемы. Ага, можно сегодня посмотреть и осветить, поговорить тему о гормональном фоне женщины. Питание и потеря веса при заболеваниях женских органов, киста, пиомы, пиомы, или же предклиматические виды. Я сейчас, девочки, готовлю. У меня уже написан этот мастер-класс, посвящённый женскому здоровью 30+, на котором я вам обязательно расскажу. Этот мастер-класс будет бесплатным, и я вам на нём расскажу о том, какие изменения в нашем женском организме происходят после 30 лет до 40, после 40, 50, и 50, и 60, и вы послушайте. И потом на этом же мастер-классе я буду продавать свой курс, недели, 8 дней, состоять, на котором, на этом курсе я приглашу эндокринолога, который даст на вам, как бы целый вечер расскажет о всех гормонах, и сексолога, и гинеколога. То есть это будет такой большой проект, который я уже готовлю. То есть с моей стороны уже всё готово, я только должна именно время найти, и вам его преподнесу. Следите за моими всеми объявлениями, я обязательно вам... И последний вопрос, девочки, потому что мы уже с вами тут почти час, и вы, наверное, устали. От Галины. Как регулировать рост веса на фоне тренировок? Тренировок каждодневных, окей? То есть если идёт рост мышечной массы, как быть с весом? Это весь мой вопрос понятий. Я попросила ответить на этот вопрос нашу Аллу, которая профессиональная спортсменка, и она знает, как никто другой, что и как происходит с вашим организмом, когда вы ежедневно тренируетесь, когда у нас такие все большие умнички и молодцы. Аллочка, ты здесь? Даю тебе слово. Аллочка нас не слышит. Алла? Да, да, девочки, я только с улицы. Что, что? Аллочка, ты включилась? Я думала, ты уже здесь. Ты не могла бы ответить на этот последний вопрос Галины, что происходит с мышечной массой при тренировках? Буквально в двух словах. Да, ну в двух, может, не выйдет. Поскольку у нас тренировки наши интенсивные, мы больше задействуем процесс жиросжигания. Жиросжигание – это мы создаём дефицит калорий. То есть мы за тренировку тратим порядка 400 калорий. Конечно, мы работаем тоже глубоко над мышечными тканями, чтобы они росли. Но чтобы создавать плотную мышечную ткань, надо заниматься силовыми тренировками с большими весами. Этим мы не занимаемся. Всё-таки мы работаем с гантелями 1 килограмм. Мы задействуем мышечные ткани. Но чтобы вы прям такая стала мышечная за месяц, прям бодибилдер, такого мы не можем сделать за месяц. Но в жировую ткань... Так, Алла прервалась. Аллочка, ты где? Не знаю, где Аллочка. Да, Оля, отвечай пока на вопрос. Или задавай вопрос. Оля, привет. Красавица моя. Оля, у тебя нет звука? Звук громче сделай. Я не знаю. Я как-то я первый раз захожу вот сюда. Я тебя не слышу. Подожди секунду. Я сделаю громче звук. Говори. По поводу жарки на кокосовом масле. Ещё раз повтори, пожалуйста, вопрос, потому что не было звука. По поводу жарки на кокосовом масле. Ну и что ты хочешь? Нормально, хорошо, ненормально, нехорошо, правильно, неправильно. Окей. Значит, смотри, опять же, если ты когда-никогда там с тебе какой-то что-то поджаришь, какой-то оладушек из тех же кабачков, по моему рецепту, на кокосовом масле, то ничего с тобой не случится. Но брать кокосовое масло просто как основу для жарки не нужно. Лучше брать подсолнечное или рапсовое масло, вот и всё. А иногда можно, всё можно, если осторожно, девочки. Какие вопросы ещё есть у кого? Можно ли жарить на оливковом? Нет, лучше не жарить на оливковом, потому что там тоже процессы совершенно другие при жарке, оно будет быстро гореть, и будет уделяться вредные вещества. Лучше не надо, лучше жарить всё же на обыкновенном подсолнечном и рапсовом. И добавлять даже можно, если чуточку масла можно добавить, чтобы для вкуса. Но опять же, там у масла другое, как бы скорость горения, и лучше только в комбинации. Девочки. Вопрос. Давай. Привет, Таня. Сори, добрый день. Привет, я пришла немножко опоздала, может быть, вы уже ответили на мой вопрос, но нигде не могу найти соевую муку. Ни в футболе, ни в фруксоне, нигде. Так, девочки, я вам дам ссылку на сайт, где я покупаю. И я покупаю сразу 4 килограмма этой муки, и они доставляют там за 35 крон или за 40 из Ютландии откуда-то. К ним можно также приехать прямо же в их аутлет по муке и купить там. Да, это тяжело в магазине достать. Просто я вчера была в магазине, чтобы заменить её чем-то, да, и нашла овсяную муку, и нашла киноа. Но кино очень пахнет невкусно, прям вот сильно киноа пахнет. Ну, пока я её не могу пользоваться, взяла и вот овсянку. Ну, она хоть вместо овсяной каши утром идёт. Окей, молодец. Хорошо, ссылку дам, девочки, на муку, где я покупаю, и будет вам всё хорошо. Какие вопросы ещё, девочки? Ещё, Виктория, вот очень сложный, может быть, вопрос. Одно время писали в датских миди, как это называется, в журналах, что нельзя вот эти семечки наши, льняные, их давить нельзя, потому что когда их давят в муку, у них какой-то яд выделяется. То есть их можно только целиком есть или маслом. А потом, больше я ничего не слышала, это уже изменили эту методику? Они изменили, да. Они раньше писали так же, что при термической обработке все витамины, они уходят из семени льна. То есть его нужно есть исключительно сырым. И даже если ты ешь как молотый, то было нормально, но сейчас они уже поменяли. Если вы увидите на полках супермаркета уже есть мина и мука тоже в некоторых, понимаете, да? То есть они меняются, вот эти вот взгляды, наука идет вперед, все это, да. Так что не волнуйтесь, ешьте. Это все равно будет в 300 миллионов раз полезнее, если мы возьмем нашу пшеничную муку, от которой мы все пухнем. Ну мы ее уже вообще недавно не едим. Есть же спельд, есть овсянка, есть медаль, там много разных интересных вещей. И еще вот в парок, такая же вещь говорили про фьютиос, что в нем якобы столько много натрия, что оно задерживает воду в организме. Девочки, значит так, соль, один грамм соли удерживает 5 граммов воды, так же, как и углеводы. Это правда. Но в конце концов, мы же не едим фьютиос ведрами. И поверьте, если вы съедите какой-то малосольный огурец, это будет более вредно, чем вы съедите именно фьютиос, фьютиос не просто творог. Но не верю, что вы можете съесть с формат творога в течение даже одного дня. Так что, опять же, думаем и варьируем, и подходим с умом к этому делу. И все, и будет, когда будет гармония в вашем питании, когда он будет сбалансировано, ничего не будет вредно. Просто это даже про русский творог писали, а в русском твороге вообще соли нет. Поэтому я чуть-чуть не понимаю. Но это писали в русских статьях. Потом одни пишут это, а другие пишут, все это фигня, ешь за дворог. И вот уже не знаешь, кому верить. Все это фигня, никому не верить, мне тоже не верить, а верьте себе. Потому что вы самый лучший эксперт своего организма. И если вас тянет на творожок, кушайте на здоровье с фруктами, с овощами, с укропом, с чесноком, как угодно. Делайте себе такие паскеты, а-ля, мажьте это на кусочек хлеба, хлебушка. Все, если вас тянет на какой-то другой продукт, тоже включите его. Нельзя ходить с лесами, с линейкой. Я же помните, вам пример приводила, когда у меня дочке было лет 7, мы хотели посадить редиску. И вдруг моя Даша идет с линейкой. Я говорю, доча, линейка-то зачем? Она говорит, ну как, мам, тут же написано 5 сантиметров, сейчас мерить будем, понимаете? Но это ребенок. Мы должны не смотреть на сантиметры, мы не должны смотреть на граммы, мы не должны, ну, вот так зашоренными быть, мы должны понимать, прислушиваться и слушать свой организм и интуицию. Девочка еще рассказала про линейку. Пожалуйста, не волнуйтесь, не обращайте внимания на те цифры, которые на весах. У кого-то, ну, у кого-то когда-то плюс, у кого-то минусы, слава Богу. Девочки, цифра на весах, это не главное. Самое главное, это то, что у нас в голове. Самое главное, то, что вы сейчас ведете активный образ жизни, неправильно питаетесь сбалансированно, и вы тоже теряете объемы. То есть нужно вот, ой-ой-ой, почему у меня там нет сегодня минуса? Будет вам минус под конец нашего проекта. Главное, чтобы вы с нами были и шли дальше. Окей? А цифры, это все ерунда. Девочки, вопросы, и будем заканчивать, потому что погода плюс 13, и всем надо идти гулять. Кто еще хочет, девочки, задать вопрос? Кто есть? Запись будет, я вам говорила. Так, вопросов больше нету. Татьяна, я обязательно вам отправлю еще пару рецептов вегетарианских по-датскому, на датском языке, то есть чтобы вы впечатлялись. Девочки, еще хочу вас всех похвалить. Мне кажется, вы начали больше сами готовить. Это большое достижение, потому что мои девчонки, которые у меня на программах, их мужья в течение или по истечению какого-то времени, они все говорят, ой, мы так стали разнообразно кушать, как все как-то так необычно и вкусно. Так что, девочки, за это я вас отдельно благодарю и очень рада, что вы начинаете экспериментировать. И я очень стараюсь для вас. Да, Олечка? Я хочу большое спасибо сказать. Да ты что! Спасибо, Позорожая. Да, хочу поклонить, сказать огромное спасибо. И действительно, я научилась такие бомбические салаты готовить просто, оброчительные. У меня весь Facebook, все подружки в шоке, что случилось, что, почему так красиво, красочно, Боже, что это такое? Вот, большое спасибо. Ой, всегда, пожалуйста, я очень, девочки, стараюсь для вас и придумываю эти всякие рецепты. Вы не можете писать, сколько у меня уходит лист в неделю, который плохих экспериментов, понимаешь, что-то не то. Нет, это надо доработать. А тут мой муж, он просто как, знаете, дегустатор. Я говорю, Ника, вот попробуй это, вот скажи, похоже это на блин, скоро масленица, или это похоже на сладкий блюд. И он у меня вообще ест бедный. Ну вот, ну, что делать? Так что я очень стараюсь и говорю, уже сделала рецепт, записала даже пирога для вас с капустой с яйцом. Я сделала и записала рецепт великолепной вот этой лепешки, которую я вам сегодня прислала, цельнозерновой лепешки, и там и омлетик тонюсенький слоёчек, и овощи, и вообще там и сыр, и курочка, и так вкусненько, и такой хрустит, прям вообще никакого не нужно нам идти и заказывать дурму или ещё чего-то. И пиццы у нас уже есть, так что, девчонки, все кушаем, и я работаю над десертами для вас. Скоро будем делать картошку с коньяком, девчонки, без сахара. так что, вы у меня будете вкусно кушать и страниц, и все будете гулять, и будет вам счастье. Ну что, вопросов нет тогда на этой хорошей ноте. Я с вами прощаюсь, я вас искренне всех люблю, вы великолепная группа, дружная, такая замотивированная, вы вообще молодцы. И идём дальше, и как я всегда говорю, вместе мы всё сможем. до завтра. Спасибо вам, Виктория, спасибо большое. И вам спасибо, девочки, люблю вас. Спасибо большое. Спасибо, пока. Пока.